Подмосковье известно давно. Именно в Ленинском районе зародились важные начинания, поддержанные Союзом писателей России. Творческие семинары районных литераторов в Государственном историческом музее-заповеднике Горки-Ленинске, областной конкурс на премию Евгения Зубова, литературно-музыкальный конкурс «Мой голос» памяти Альберта Федулова. Участники еще одного творческого состязания межрайонного детского литературного конкурса «Люблю тебя, мой край родной» собрались в детской школе искусств в минувшую среду для подведения итогов. Итоги конкурса «Люблю тебя, мой край родной» подводятся один раз в два года. Первый конкурс состоялся в 2004 году. Участниками нынешнего литературного состязания стали юные таланты из 25 муниципальных образований Подмосковья. Открывая торжественную церемонию награждения победителей, гостей мероприятия приветствовала Надежда Демкина. Особые слова благодарности она адресовала организаторам конкурса. «Я считаю, что выявление одаренных талантливых детей – это, наверное, самое нужное дело сегодня, ради чего стоит жить и работать». 530 творческих работ прислали юные авторы на шестой литературный конкурс. Просматривая и оценивая произведения участников, члены жюри выбрали лучшие в четырех номинациях. «Очень талантливые дети и такое впечатление, что какой-то душевный, духовный подъем, который сейчас переживает Россия в целом, он сообщается и нашим молодым гражданам, которые еще всего, может быть, не понимают, но чувствуют, что мы сейчас на подъеме и нас ждут великие дела». Одним из победителей в номинации «Поэзия» стала Аня Кузнецова из Ступинского района. Ее стихотворение о бездомной собаке способно затронуть сердце любого человека. «Но вот одна печальная собака вдруг посмотрела на тебя уныло, а ты проходишь и не понимаешь, какая у собаки той порода. Она все ближе, ты ее ласкаешь, а может быть, ее обидел кто-то. Такая преданность в глазах собачьих, что хочется забрать ее с собою. Она теперь твоя, а это значит, что нужно строить будку с конурою». Писать стихи Аня начала четыре года назад, след за старшей сестрой. И уже не раз юная поэтесса становилась победителем различных литературных конкурсов. Темы произведений самые разные. «Я пишу много про лето, про маму стихотворений тоже у меня много достаточно. Про времена года я тоже люблю писать стихи». Среди 41 победителя 16 – это одаренные дети и подростки жителей Ленинского района. Они продолжатели литературных традиций Федора Шкулева, Евгения Зубова и других авторов Видновского края. Ученица Видновской школы номер 7 Полина Куревлева, вошедшая в число победителей, пишет в жанре художественная проза. «Вообще я хотела связать свою дальнейшую жизнь, может быть, с литературой, но не как писатель, а как какой-то редактор или что-то в этом роде. Но с помощью своих произведений я могу высказывать, наверное, свои мысли, как-то это осмыслять». Любовь к родному краю, желание творить и созидать растят в душах и сердцах детей-педагоги. И первое признание труда воспитанников, первые творческие достижения ребят – есть самая лучшая награда учителям литературы, руководителям кружков, студий и объединений. Татьяна Акимова и я, дамя Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова